Следующее дело также касается вопроса недобросовестности налогоплательщика. Ну, как видите, вывод, что оптимизация должна иметь экономическое основание. В данном деле ситуация, на мой взгляд, классическая. Это один из вариантов дробления бизнеса. А именно два налогоплательщика, один из которых применял специальный режим налогоблажения ЕНВД, заключили друг с другом посреднические договоры, которые позволяли заключать сделки с покупателями, а это происходило в магазине, заключать сделки от имени друг друга. В результате таких договорных связей, в общем, не совсем было понятно, кому принадлежит выручка. В этой связи эти стороны, в общем, по сути дела, по своему усмотрению перераспределяли выручку. И понятно, что перераспределяли они таким ее образом, чтобы меньше уплачивать налог. Вместе с тем, внешне, то есть, третьи лица рассматривали, когда вступали в отношения в данном магазине, рассматривали этот магазин как единый, скажем так, экономический субъект. Да и поставщики, собственно говоря, товара, который поставлялся в магазин, также считали, что имеют дело с одним лицом. Иначе говоря, все это разделение носило формальный характер и было направлено исключительно на получение необоснованной налоговой выгоды. В общем-то, на это и указал Верховный суд. Хотя нежестоящие суды, не помню, все либо часть, все-таки поддерживала налогоплательщика в этом споре. Почему я обращаю внимание на данный спор? Потому что, во-первых, на него обратила внимание ФНС России в своем письме, реквизиты вы видите. То есть, такого рода оптимизация известна, уже, во всяком случае, известна налоговым органам, и они будут обращать внимание на такого рода отношения. Это первое. А во-вторых, совсем недавно я увидел на одном из сайтов обзор семинара, который проводил некий налоговый специалист. И этот налоговый специалист говорил о том, что имеется законный способ оптимизации, в качестве этих законных способов называл дробление бизнеса, либо, например, превращение работников в индивидуальных предпринимателей. Ну, если в отношении дробления бизнеса он что-то там и говорил о том, что необходимо экономическое обоснование такого дробления, то в отношении превращения работников в индивидуальных предпринимателей ничего не сказал. То есть, как вы понимаете, такие законные способы оптимизации, слово «законное» необходимо ставить в кавычки. Действительно, при оптимизации должно иметься экономическое основание, серьезное экономическое основание. И налогоплательщикам следует понимать, что когда им советуют снизить налоговые обязательства путем дробления бизнеса, превращения работников в индивидуальных предпринимателей, им необходимо серьезно подумать, а стоит ли это делать. Потому что в данном случае все это может выглядеть достаточно формально, и в итоге это приведет к налоговым претензиям, которые не удастся оспорить в судах. В заключение хотелось бы сказать, что помимо данного обзора наиболее важных налоговых событий, точнее даже не событий, а налоговых споров, планируется еще сделать более обширный комментарий в целом к практике Верховного суда, где будут затронуты как узкие специальные вопросы, так затронуты важные определения, хотя вынесенные и отдельно судьями, но имеющими значение для налоговых споров. Ну а на этом я заканчиваю. Спасибо за внимание. До скорых встреч.